8.38 Точная Петербургская, это утро в Петербурге, мы вернулись, мы рады, что встречается этот день вместе с нами. Это тоже предпраздничный, предновогодний день с хорошим настроением, с чаем, с кофе. Дарина Шарова, Михаил Спичка здесь, в этой студии, этим вот. Я думаю, вы догадались, кто есть кто. Ну, конечно. Хорошая традиция, возможно, не все. Накануне Нового года рассылать открытки родным и друзьям. Вот ты, Миша, скажи, пожалуйста, рассылаешь открытки? Нет. Как? Друзья есть, почтовых адресов. Открыток нет. Ну, петербуржцы, на самом деле, уже получили в подарок открытки речь о проекциях, которые на днях появились не где-нибудь, а на фасадах домов. И прямо сейчас мы увидим одну из них вместе с нашим коллегой Дмитрием Аксенчиком, который вновь уходит на прямую связь в нашей студии. Дима, еще раз тебе доброе-доброе утро. Какая красота у тебя там за спиной. Это та самая открытка есть? Да, коллеги, еще раз доброе утро. Доброе утро, Петербург. Ну, как видите, практически с божьей помощью, да, с ангельской начинается наше сегодняшнее включение отсюда. Да, это действительно ангел за моей спиной. Его автор, петербургская школьница Ульяна, можно сказать, осветила и осветила одновременно этот конкретно фасад на Каменностровском проспекте, дом Бенуа. Ну, а подробнее об этом проекте нам уже расскажет Елена Викторовна Крамского. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что из себя представляет этот проект? Мы работаем с Ленсвет, Комитет по градостроительству и архитектуре и другие исполнительные органы по засветке на фасадах путем ГОБА-проекции. Это мы знаем. Да. Как именно были задействованы детские рисунки в этом деле? Комитет по градостроительству проводит уже седьмой год конкурс детского рисунка праздничный Петербурга. Эта тема посвящена Новому году. Под Новый год традиционно мы его проводим. И работы этого года решили разместить в рамках проекта совместного с Ленсвет по проекциям. Скажите, а почему ангел конкретно здесь, на этом фасаде? Ведь, например, как я узнал, здесь, в этом доме, творил Шостакович свою знаменитую ленинградскую симфонию, например. Ну, ангел — это вообще символ Петербурга. Дети часто рисуют ангела именно под Новый год, под Рождество. Это как символ вот такой. И здесь еще место такое хорошее с точки зрения архитектуры. И, конечно, это было место на Дону-Дюна, да. Скажите, а серьезную ли конкуренцию прошла эта работа и другие? Знаете, работ много. У нас около 600 работ, и отбор несколько ступеней проходил. В итоге у нас 30 дипломов и еще 80 дипломов поощрительных. Поэтому, конечно, отбор был. И все же какие критерии были? Каким критериям отбирали лучше? Ну, выбирать сложно, конечно. Соответствие все-таки конкурсу, образность, идея, воплощение. Ну, как профессионалы выбирали, но сложно, честно. 600 работ — это, конечно. Скажите, а любой ли рисунок можно, в принципе, перенести? Технические возможности позволяют? Да, у нас есть и черно-белые изображения, и цветные. То есть сейчас, конечно, есть техника. Да, и все же инсталляция — это очередной этап, как раз-таки проект цветового оформления города. Может быть, у вас есть уже дальнейшие планы? Дальнейшие, конечно, есть. У нас будет к дню снятия блокады и прорыва. Мы обычно выставляем что-то. И к 8 марта будет обязательно какой-то контент. Дальше белые ночи. И снова осенью мы вернемся. У нас есть проекты с русским музеем, когда мы картины транслируем. И, в общем, в принципе, мы сейчас готовим портал в Комитете по госстроительству, где принимаем также и предложения. Поэтому... Спасибо большое. Ну что ж, добавлю, что тематические новогодние открытки появились на 8 домах в разных районах Петербурга. Ну что ж, и будут они радовать нас, петербургцев, до конца новогодних праздников, до середины января. Коллеги, вам слово. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.